И снова всем привет ребята, очередная посылочка из Китая, из категории Китайцы окончательно сдурели или не знаю, или копируют из последних айфонов В чем прикол, в кубот в C30 у нас идет, потому что по камерам все ок, MTK в P60 идет, из 8 гигабайт оперативки 128 из постоянной и цена 170 долларов Честно, я скажу, что дорого для компании, для такого телефона и процессора, и все полностью Лучше взять уже Fenix, где камеры чуть-чуть покруче Но, что здесь интересно Что дизайн, что в теории типов копирует Apple, и глянем что похоже или нет Так, экранчик, я надеюсь, что вы увидите 6,4 10 из Full HD 10 из Android с процессором указал я и камера 32 пикселя идет аккумулятор, что 4200 Но, вот что мне интересно чтобы глянуть А то знаете, что все и писали а ты купишь его или нет Честно, я вам Вот знаете, я скажу Ребят, я считаю, что за в QBOT скажем стоимость вообще что вкусается в конкретнейшее Так, что встречает нас У нас что в чехольчик, кстати по качеству что вполне окей Но меня вот больше что интересует Так, я надеюсь, что вы увидите А кажется, интересно скриншот что сделали И смотрим аккуратненько Опа, сейчас снимаем пленочку Ой, знаете я скажу, что он вообще симпатичный и красивый Вот, ребят И по памяти что вполне у нас что все окей идет Ох, нифига себе Ребята Вот я не знаю но спинка тут, я вам скажу смотрится что вполне круто Сделали сбоку типа инфракрасный идет но я так думаю что здесь сто процентов Ой ну что каркас из металла но чувствуется что из пластика сканер у нас есть ну что включение я думаю что все в курсе что датчики приближения у нас здесь кнопки громкости что с сим-картами все глянем ну зато стоимостью честно я считаю что дорого тем более и сим-картами экономия по полной внизу так ну что типа и сериал динамики идет но смотрится он я вам скажу что и красиво и стильно пока что включаем его ждем так ну что включили нет включается и кстати знаете в чем плюс что тонкие вообще вот рамочки идут здесь изумительные вот нет ну что чувствую что телефончик знаете из дешевых из комплектации у нас а где пленка листиком вот ребят ну вот вы мне скажите блин за ту стоимость что вы вот что мы плотем вот я считаю что комплектация печальная тем более я так думаю что пятерка и 2 ампера идет ёппа мать извините но вот сто процентов вот изначально вот лучше инфиникс чтобы купить где и камеры поинтереснее и все полностью окажется поинтереснее но у нас что сейчас изначально идет естественно же кубот так же включаем и смотрим что же с переводом у нас русский кто не в курсе вот я из Украины из этого включаю что Украина да ребята вот я не стесняюсь того что я из Украины есть вперед пин-код 4 денежки я думаю что будет сто процентов супер сканер ну вот знаете вот в чем плюс что он действительно потому что втюхали его вполне комфортно но это самое идиотское из решений чтобы сделать и сканер и кнопочку включения все таки вот знаете вот если делать и включение и сканер то все таки чуть поинтереснее а сканирование от лица у нас включается или нет я знаком спасибо вообще все классно так ребят ну что экранчик и динамик у нас тут вообще супер я не знаю там что в камере у вас но ну что в действительности что классно вот что из плюсов у нас еще оказалась оплата с помощью телефона что уже ему ну что плюс вообще что в карму так же включается и фонарик вполне все окей здесь включается изменюшка и видите в конечном итоге у нас идет типа чистый андроид так ну что включаемся к интернету и глянем вообще что что в чему куда и как сразу ну ты включишься или нет есть включаемся пара пара так ну что плюс что включается чуть долговато он думал но в чем плюс вот что включилось и пока ну что все окей так смотрите что здесь ну что сим-карты включается здесь я считаю что глупо акцентировать включение bluetooth у нас есть включение телевизору и компьютером и конечно же включается оплата тут ну что вполне все гуд китайцы сделали что у нас еще интересно так по аккумулятору я не знаю вот единственное в чем плюс что включается чтобы аккумулятор с процентами и шел вот здесь ну что вполне все супер по экранчику автоматическое отключаем и включаю вот так специально по минимуму и по максимуму вот честно вот знаете вот здесь ну что вот яркость вообще что вполне вот круто вот все-таки лучше я с Infinix изначально вот указал что все-таки экранчик ну что вот здесь вообще вот видите вот такой степени светлей и ярче чем у Infinix идет но знаете попользоваться и вполне комфортно и тем и тем будет есть так что здесь интересно активация включения экрана я считаю что глупо акцентировать так звучание вот здесь я так думаю что динамику открутит честно это самые говняные динамиков вообще что у меня что были из последних телефонов телефонов за 50 долларов звучание покруче чем вот здесь вообще ужас просто вот ребят ну что извините я не хочу рассказывать что все классно но вот из плюсов что 100% вы услышите его в сумке в курточке и где в любых условиях в целом окажется вполне комфортно есть так ну что из памяти у нас все окей осталось я смотрю что указано 120 гбайт я так думаю что попользоваться уже всем что полностью захотели скачали так спутники включаются есть у нас и сканирование еще и лица я так думаю что знаете в конечном итоге эта функция будет так себе так пишется что включили активность распознания лица так изначально испытируем сканер сразу раз ну вот честно вы знаете чуть-чуть неудобно а что с лицом вы знаете вот впервые сталкиваюсь с тем что сканирование от лица включается и срабатывает еще покруче чем сканер встроенный здесь сбоку но знаете скажу честно это первое впечатление эмоции бывает иногда я ошибаюсь так аккаунты скучно специальный здесь тем более вот единственное включается у нас еще и жесты да ребят я думаю что вот есть и это я вам скажу что круто вот здесь включаете специально чтобы по максимуму и шло и в таком случае вы используете что все всю площадь экрана на 100% и здесь уже чуточку окажется поинтереснее что информация о телефоне здесь интересно только что 10 Android у нас идет включили если захотели то цифры изменяете есть а что с прошивкой для спортивного интереса включу я так думаю что естественно фигушки будет но а вдруг чудо пишется что мы используем естественно же актуально вот я думаю что все увидели что только что вот я включал и знаете так и ты видишь что чуть-чуть скажем что притормаживает телефон в конечном итоге знаете и хотелось сказать что все круто но в действительности это вот не так ребят я вот не вот знаете я всегда хотелось чтобы вы что увидели вживую все так ну что включили по максимуму упускаем эту рекламу и картинка тут я вам скажу вполне вообще окей а Full HD ага так я надеюсь что вы увидели что включили и Full HD и 60 FPS и картинка что изумительная ребят вообще честно я не знаю вот здесь экран ну что бомба ну что да вот здесь нет 90 герц и 120 и всего ну что полностью но по экрану он все-таки покруче чем Infinix отлично для меня вот здесь ну что ты смотришь и цвета и красивые и яркие знаете как-то он ну что чуть-чуть поинтереснее идет здесь бы и хотелось бы сказать что это не так но что в действительности что все вполне окей включаем естественно же что ребята Epidemic Sound да Epidemic Sound есть есть и такое дело у нас окей в прямом эфире Epidemic Pop нет и стандартное включаем звучание вот единственное что знаете что кнопкам привыкнуть чуть-чуть ну что нет так я что-то не то включил вот извините такое бывает в жизни все мы ошибаемся нажимаем нитик кноп что не что это не Ну, вполне все ок. Не скажу, что классно. Единственное, что ты им пользуешься. И знаете, у меня был Укитель C21 с таким же процессором. И я, если честно говоря, по использованию я отличия не увидел. В такой степени, кто из них лучше. Вот есть у Медиги с таким же процессором, и он включается и срабатывает покруче. Я не скажу, знаете, что умею покруче. Но в любом случае, в конечном итоге, он включается и срабатывает поинтереснее, чем вот это Divo. Тут мы, знаете, за что потем. Вот именно, что дизайн. А где в Cubot C30? Я ищу тебя. Cubot, ау, Cubot. Да. Ну, что казалось, ты включаешь, ну что, в поиске, и не включается. Ну, ладно. Включаем мне какого-то чехла, чтобы глянули. Вот именно и скорости загрузки, и страниц. Ну, в целом, вполне, ну, терпимо. Что у нас еще осталось интересного, естественно же, в камеры. Здесь у нас, смотрите, что включается еще и ширик, ребят, есть, ну что, для информации, и включается еще и зум. Естественно же, есть, ну что, искусственный интеллект, знаете, вот, ну что, вдруг, что включите, и будет покруче. Здесь у нас включается и знак, использование симпатичного лица, и прошка, использование, и еще макро. Я не знаю, ну что, кто им пользуется, но вот есть, оказывается, и такие люди. Так, что с настройками? По качеству четырехтремный, я включаю, чтобы было 16, ну что, девяти. Здесь включаем автоматически, смотрите, вот с настройками, вот, чтобы глянули, что у нас есть. И, честно, знаете, здесь, ну что, печалька. А где же вот столько, ну что, в тех пикселей, что вы, ну что, изначально их указали, вот, всем, что нам. Так, естественно же, испытываем на кинжале. И, знаете, вот в чем прикол, что я скажу, что здесь автофокус, ну что, включается и срабатывает, ну что, круто. Вот, действительно. Вот только вот единственное, что ты включаешь, ну что, где широкоугольный, то, ну что, по качеству вообще, ну что, печаль идет. Вот, а стандартная идет, вот, гляньте, ну что, детализация и грязь, ну что, вполне, что все окей. И буквы, ну что, читаются, учитывающие, что свет у меня, ну что, плохой. Вот здесь, ну что, вполне все круто. Что из видео у нас идет? Так, ну что, пишется из Full HD, и с переводом, естественно же, вот, ну что, все чуть испочно. И в чем прикол, вот смотрите, ну что, включается в те пиксели, в типа, ну только, как их, ну что, включить? Вот мне интересно, вот ты снова, ну что, ты включаешь это видео. И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Кубо Си-30, чтобы вы увидели, что это за чудо и зверь, за такие, ну что, бабки, да? Если захотели, что включается и сближение у нас еще. Ну что, для информации всем указываю, что из замечаний, что вот не включается и не пишется. И еще из ширика видео, вот здесь, ну что, печально. Звук, кстати, тихий. Конкретно тихий идет. Но, вот автофокус, ну что, включается, ну, вполне тут классно. Так, ну что, пишется MP4, что для информации, чтобы в курсе были. А как, ну что, включить, вот те пиксели, что, ну что, китайцы их указали? Секунду. А я, знаете, я так думаю, в чем прикол, что из-за того, что вот я включил искусственный интеллект, да? То из-за этого оно отказывается, вот эти, ну что, тысячи пикселей, ну что, включаться. Вот смотрите, вот сейчас я, ну что, включаю опача. Так, автофокус, ну что, включился. И смотрим, что у нас и с картинкой идет, ну и по качеству сближения. Не, ну, вот знаете, вот честно, я вам скажу, что в картинках, потому что вполне еще симпатичная. Единственное, а где глянуть по качеству? Установить контакты, обои, все фото. Что-то я сделал, чуть не так. Раз, а где информация? Копировать, установить обои. Ну, снимает вполне окей. Но за ту стоимость, что он стоит, вот я считаю, что дорого. Так, у нас, ну что, включается пункт красота, ребята, включается и красивое вот лицо. Но, знаете, вот есть кто страшный и кто вообще окончательно страшный, то вообще там, ну что, включаете и шлифуете все. Включается, естественно же, эффект в боке, в типа, вот, я, знаете, вот я скажу, вот если вот такая палочка вот есть, это 100% окажется вообще халтура полная. Но, что включаем, он для спортивного интереса и глянем, что же у нас оказалось. Тю! Нет, вполне все окей. Вот единственное, что шапочка чуть, знаете, испорченная. А так, ну что, в целом, о, тут 100%, ну что, камера включилась и сработала, что вполне окей. В темноте, извините, но лучше, вот я еще испытаю, что вдруг получится, ну что, сделаю еще и съемку, что в темноте. Так, что у нас из селфи. И снова таких, ну что, включается искусственный интеллект и с настройками. Включаем, указано, что камера из 30 с двумя пикселями идет. Я, конечно, думаю, что это все шел в полный хлам, но глянем. Есть и красоту включаю. Есть и красивое лицо включаю, извините. Есть и включаем в портрет. Так, включаем и смотрим, вот чем закончилось. Ну, смотрите, и с портретом, вот честно, я вам скажу, что вполне окей. Я остался и с целыми ушами. Оно, что с целым, стесало все окей. И штатив, вот смотрите, ну что, спрятало. Тут все классно, с красивым лицом. Я смотрю, что вообще печалька оказалась. И снова симпатичное лицо. Я не знаю, эффективности я смотрю, что от ноль. И стандартное. Ну, учитывая, что свет и все полностью, знаете, потому что 13 пикселей тут будет. Но, чтобы сказать, что их 32, там, или 35, я считаю, что глупости. Вот честно, вот так, чтобы не обманывать. И с видео, по качествам, вот, 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 знаете, вот, за ту стоимость, что телефон стоит, вы мне скажите, вот, потому что камера до такой степени здесь и дешевая, и слабая. Одну секунду. Ну, и снова всем привет, ребят, вы на канале Закискитая. Мы испытываем телефон от компании в Кубат Си-30, чтобы, потому что глянули картинку, что у нас с динамическим диапазоном и с другими всеми умными словами. Так, и снова камеру. Ну, что, включаем. Есть, стоп. Сюда включаем. Ну, и снова всем привет, ребят, вы на канале Закискитая. Закискитая, мы испытываем телефон от компании в Кубат Си-30, чтобы, потому что глянули картинку, что у нас с динамическим диапазоном и с другими всеми умными словами. Так, и снова. Скажу честно, ну, что для Вайбера вполне окей, ну, что для Фейсбука кажется, ну, что терпимо, но вот так для Инстаграма я считаю, что вообще, ну, что, полный, ну, что, хлам. Так, ребят, знаете, вот я вам скажу, потому что изначально, ну, что, что вот я думаю, за все деньги, что он стоит, это слишком дорого. 130 долларов, ну, что плюс-минус, еще, ну, что вполне терпимо. Оказалось бы, ну, что стоимость, тем более, что, ну, что телефон полностью сделан из пластика. Да, здесь и симпатичный экранчик, отличный, потому что дизайн. Ну, вот, ребят, 164, ну, что, доллара, я считаю, что слишком дорого. Это слишком и слишком и слишком, ну, что дорого для такого телефона. В покупателей нет, я всегда акцентировал, что думайте все сами, что для такого у вас есть что, ребят, ну, что, голова, правильно? А там уже, ну, что, вот решайте, что делать. Всем дальше, всем. Спасибочки, пока.